всем добрый день вот очень часто возникают вопросы о том что означает все эти символы на крестах он там вот например тоже можно увидеть и вот сейчас пока здесь поднимают новый купол и крест можно рассмотреть вблизи я вам расскажу что эти символы означают но опять-таки это только версии потому что много есть совершенно разных версий и мнений что все это может значить ну начиная от самых смешных до казалось бы невообразимых давайте начнем сверху вниз вот смотрите здесь корона собственно откуда здесь корона и что она означает есть несколько версий первая говорит о том что этот храм был построен либо при участии князя императора то есть на его деньги либо он был построен на княжем дворе вот такая вот версия хотя на самом деле есть версии что это символ христа либо бога отца видите сколько разных историй значит сам крест это как раз таки символ христа или символ солнца не случайно здесь изображено 12 лучей или 12 апостолов или 12 месяцев если хотите но дело в том что храм строился всегда таким образом что алтарная часть она обращена на восток а если быть точным то на восход вот даже вот эти два храма можно четко увидеть что они построены под разным углом зависимости от того в какой день закладывали храм да собственно он и обращался как-нибудь я сделаю видео на этот счет и даже если подняться на колокольню на самую высокую колокольню с уздали да то видно что храмы совершенно под разными углами друг другу ориентированы так вот что касается креста да крест как раз таки и символизирует христа и 12 месяцев но тут надо обратиться еще к дохристианской культуре дело в том что крест символизирует собой вот эти вот направляющие это дни летнего и зимнего солнцестояния и дни весеннего и осеннего равноденствия то есть такой астрономический крест и соответственно 12 месяцев вокруг ну или праздников которые раз в месяц отмечали до принятия христианство когда христианство было принято как раз двунадесятные праздники они заменили собой вот эти вот обрядовые мероприятия до христианского времени так вот как раз христос это символ солнца потому что вот эта алтарная часть обращена в тот самый в то самое направление откуда солнце восходит да но и никто ведь не знает нигде не говорится о том в какой именно день родился христос дело в том что 25 декабря собственно рождество католическое или по старому стилю православное сегодня как раз 25 декабря отмечалось тот самый момент когда начинает расти новое солнце рождение нового астрономического года вот начали потихонечку купол поднимать давайте крест это символ христа а вот этот вот полумесяц называют вы часто полумесяцем это символ богородицы как одна из версий также говорят что это победа христианства над и славом это самая неправильная и смешная версия а кто-то говорит что это чаша граале куда была собрана кровь христа ну и есть также версия что вот этот крест он похож на некую ладью да вот это вот ладья вот это вот мачта с парусом и вера для человека такой символ спасения символ ковчега либо еще есть версия что сама форма креста похожа на якорь и якорь для корабля это также как вера для человека символ опоры символ спасения в то же время есть версия что это просто элемент который был позаимствован у византии в частности первый крест вот такой вот сад и с таким полумесяцем появился во владимире на дмитриевском соборе который построил владимирский князь всеволод 3 по прозвищу большое гнездо года детства и отрочества он провел в византии а там символом царской власти как раз была вот эта вот самая царь да что касается элементов которые изображены вот здесь вот на концах креста как-то однажды на экскурсии был человек который спросил а у вас тоже на крестах карточные масти я говорю чего-чего если бы он здесь был рядом он бы сказал посмотри-ка здесь изображены ну либо это крести либо это пики а еще бывает буби ну и другие элементы кстати если вот посуды ли ходить то в разных местах можно увидеть как раз вот эти вот самые элементы где-то действительно есть крести где-то черви вот но в данном случае это наверное такие пики хотя сейчас это больше похоже на какое-то расцветшее дерево расцветший крест вот много разных есть версий что все это может означать даже однажды я слышал версию так как суздаль находился на пересечении торговых путей но собственно вот она тут торговая площадь люди приезжали из разных стран и разные религии представители разных религий могли 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 молиться в этом самом храме то есть крест показывал кто именно в этот храм мог войти не только православные христиане но также сулиты шуниты мусульмане католики и многие многие другие видите по соседству крест совершенно простой а что касается такого креста восьмиконечного который изображен вот здесь считается что это крест на котором был распят христос верхняя перекладина символизирует табличку которая была прибита над головой у распятого там было написано иисус христос царь иудейский то есть он был распят за то что прогласил себя иудейским царем на втором перекладине были прибиты его руки а на нижние ноги наголнена она от того что рядом с христом были распяты двое преступников и один из них раскаялся всадеянным и христос сказал ему сегодня же брат будешь со мной в царстве небесном а второй потешался над ними ему было уготовано другая участь то есть этот крест показывает что человек сам может выбирать себе жизнь после смерти либо вверх либо вниз ну и такое бытовое наблюдение нижней перекладина верхним концом всегда указывает на север то есть по кресту можно определять стороны света друзья напишите в комментариях согласны ли вы с этими версиями с этими историями какая из них вам кажется наиболее правдоподобно или все это бред да любое ваше мнение будет мною прокомментировано и спасибо за внимание